МОСТЫ ДРУЖБЫ В холле гостей ждала выставка, сделанная руками пионеров. Альбомы с фотографиями, дипломы, кубки, вышивки и в целом история пионерии в нашем городе. И сами школьники выступали в роли гидов. Сегодня я должна рассказать про нашу выставку, про наш тенд, про наши пионерские дела, рассказать всем, кто захочет узнать. Наше пионерское Содружество было создано 20 января 1996 года. У нас есть свои законы, традиции. По традиции прошел праздничный концерт, на котором выступали творческие коллективы Центра детского творчества. Танцы, песни, стихотворения – все присутствовало на сцене. Зрители не раз одаривали артистов своими аплодисментами. Наша дружба, мир и дети, не дороже слов на свете, На фестивале присутствовали родоначальники пионерского движения в городе. По их словам, пионер – это на всю жизнь. Пионеры – это моя жизнь. Это все. Для меня это моя жизнь. Это пионеры. Поэтому я очень довольна, что они меня приглашают. Ношу галстук вместе с ними, потому что мы в свое время с Димой Озерновым в 1996 году создали вот эту детскую пионерскую организацию «Росток». И, в общем-то, вот теперь она живет, и я очень довольна, что она живет и действует. По этому мероприятию видно, что с каждым годом пионеров становится больше. Заслуга в этом самой молодежи, которая входит в объединение. Нам примыкают новые классы, потому что пионеры у нас с пятого класса. Есть школы, которые в четвертом, в третьем классе принимают пионеры детей. Вот за счет количества детей становится больше. Мечта повязать заветный галстук становится более приемлемой для нового поколения. Можно сказать, что пионерское движение на сегодняшний день на второй волне популярности. Константин Меркуша, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис».